здравствуйте друзья мы тут с ночного почти хайвея едем со светланой домой и размышляем о судьбах развитие нашего канала я подумал что нам нужна помощь клуба вот в этом качестве я записываю это видео как бы обращаясь за помощью к клубу значит вопрос какой я как человек который ведет канал хочу чтобы он как-то развивался динамика какая-то было ну чтобы лучше становилось невозможно что месте стоит с одной стороны с другой стороны и для зрителя тоже должно какое-то изменение происходить такой позитивно теперь я думаю о том что вот может быть качество видеоряда должно как-то измениться да потому что ну что вот вот сейчас едем и ну дорога ну хорошо есть люди любят на дорогу смотреть есть люди любят смотреть на лицо говорящего на эту вот говорящую голову и ну но все-таки я смотрю вот например на марину могилка у нее человек монтирует видео она как бы так аутсорсит монтаж и я в принципе тоже могу аутсорсить монтаж единственно что у меня там монтировать особо не чего вот вот что сейчас мы можем смонтировать но не важно там там где есть что да например она будет более зрелищным там как-то чего-то такая нарезка будет повесить веселух какая-то пойдет но это я могу но если я буду 100 видео делать то мне это будет там стоить там не знаю там 1000 баксов или сколько в месяц с такими темпами как сейчас да если я если я буду 100 видео в месяц так монтировать можете представить это как бы совершенно но не оправданно экономически можно конечно делать одно видео в неделю так вот есть масса блогеров делают одно видео в неделю и у них не по там 456 тысяч просмотров что тоже далеко не всюду у нас есть а у это может быть и по 20 по 30 и что на самом деле намного приятнее вот я смотрю например у наташи квик у нее подписчиков ровно в трое меньше а просмотров примерно столько же ну там плюс минус практически то же самое значит я думаю что тоже так она конечно реже делает это правда но но что надо просто реже делать вот чтобы было больше просмотров надо просто делать раз в неделю и вот я это автоматически даст там 20 тысяч 30 тысяч просмотров или просто содержание какое-то такое что не интересно ну или там как бы ну там кто-то вопрос задал там о жизни ну хорошо может быть это не так интересно наоборот но я не знаю но ты видишь нет но я считаю что наоборот вопрос ответа на вопрос это намного более интересно просто они получаются погребенные под другими видео то то есть ты считаешь что просто нет возможности смотрим возможности не нужно найти это даже может кто-то хотел бы не запомнил номер и все но потерянные название не помнишь найти нельзя нету когда 6000 видео найти нет ничего не ничего нельзя в такой системе как у них сделано поэтому хорошо но вот с другой стороны я смотрю да например флорида ялта людмила да ты посмотри она делает видео не реже чем мы и не чаще чем вы не реже вот примерно так же она делает там бывает и по 6 и по 7 на день и у нее тоже чтобы меньше десяти тысяч просмотров было об и и подписчи постой но подписчиков у нее столько же сколько у нас так а просмотров при той же частоте намного намного больше я думаю что не более женская аудитория и люди скажу по себе что когда например ты готовишь обед то ты можешь включить это все она себе будет оболтать и в общем она тебя так это может одним глазком посматривать это а если у тебя серьезные темы которые ты не можешь так похотя слушать тоже нужно сесть и сосредоточиться выделить время может быть например там кто-то говорит что они ниже там ежедневно просматривать она за чашку утреннего кофе у нас есть такие да они могут сфокусироваться и уже сидеть слушать внимательно это не то что готовить обед одни могут а есть такие которые готовят а там мой голос там бла-бла-бла что-то на стороне у нас очень мало женской аудитории нас основном мужская аудитория поэтому это в этом есть а специфика но на самом деле мы хотели привлечь более женской аудитории и в этом смысле тоже я планирую какие-то рубрики ну подожди давай мы в данном случае вот к аудитории обращаемся может быть я думаю может быть у нас очень разнообразная аудитория потому что у нас люди и нашего возраста и у нас и подростки есть понимаешь у нас и мальчики и девочки и те кто интересуется иммиграции те кто не интересуется иммиграции и и те кто там за психотерапии приходят какой-нибудь там этот самый получить позитив я не знаю есть такие кто смотрит видео есть такие кто делает mp3 смотрит в машине слушает машине и всех так у всех так но во всяком случае у нас очень очень разнообразная аудитория и послушай меня сделать что-то что сразу всем захочется вот я не понимаю как это можно сделать ничего нельзя и делать ничего не нужно потому что видеоблогинг это когда ты делаешь то вот чем ты хочешь поделиться аудитория которой это интересно сама тебя найдет значит вопрос том что например вот какой человек хочет посмотреть и посмотреть и если висит в течение недели одно видео он придет посмотрит сегодня другой человек завтра третий послезавтра и получается за неделю его посмотрит там 10 15 20 тысяч если каждый раз приходит человек посмотреть и он видит что-то новое он идет на новое потом на новое потом на новое вопрос не успевает посмотреть одно видео но с другой стороны я ведь никогда специально видео не делал. Специально я думаю, что... И вот я могу сказать, что-то надо бы что-нибудь поснимать. Пойдем-ка вот на open house. Снимем дома. У нас дома люди смотрят. Так это как бы достаточно оживленная такая тематика. Пойдем снимать дома. Но чтобы я вот сидел бы и думал, вот что бы такое рассказать, что бы такое рассказать. У меня мыслей таких нет. У меня меня что-то распирает. Я что-то прочитал. Я с кем-то поговорил. Знаешь, там девчонки симпатичные там по школе бегают. И вот я там с ними делаю. Я же не делаю специально. Но если мне в течение недели там 20 раз хочется чем-то поделиться. Ну так вот это и меньше по 3000 просмотров. То есть просто заткнуться и как бы не делиться. Не заткнуться, но во всяком случае, если ты хочешь придать этому плановый характер, то ты должен развивать там куда-то. Развивать. Как-то придать этому направлению. Ну вот ты считаешь, если наш канал будет более зрелищным. Вот мы кому-то какие-то сюжеты будем кому-то поручать, чтобы он их там как-то красиво там делал. Вот как у Марина Могилка, например. Или как Леня Михов там. Ну тебя, можете, смотрел или нет. У него тоже очень симпатичный он делает. Ну, видеоряд нужен. Действительно, когда ты едешь, какой-то видеоряд. Что тут можно монтировать или не монтировать. Если вот одна машина, то тут она не написана класс-кар. Не просто так. Что тут можно монтировать. Ну, что тут не сделаешь красоты особой. Я говорю о тех, где можно. Есть какие-то вещи, которые мы снимаем в офисе. Вот я сегодня смотрел видео. Мне мама, Марина Могилка, в скайпе написала, смотрели ли вы видео, где там Инна с Мариной. И я пошел смотреть. И там идет такой, знаешь, сюжет. Марина едет в Кремниевую долину. А живет она в Сан-Франциско. И она по ходу дела, где-то она в машине поговорила, где-то она зашла в этот самый магазин овощной. Как его зовут? Ну вот то, что мы все ходим в Маунтин Дьюс. Коровку. Коровку, да. Милк Пейл. Зашла в Милк Пейл. Она говорит, что это шикарный магазин. Мы его тоже очень любим. Вот. Потом она там еще что-то с каким-то стартапером разговаривает. Он там в какой-то компании. И она ходит по их офису. И на протяжении этого сюжета, который идет минут 20, там 3-4, там 5 раз, идет вкрапление, значит, разговор с сыном, с стартап-адвокатом. И там различные вопросы. Почему надо регистрироваться? Там, не знаю, в деловэре. И сколько ждать того, и сколько ждать всего. Тем более Марина сама стартапер. То есть она как бы все это проходила уже. И как бы это совершенно другой разговор, нежели там просто кто-то любопытный там спросит. Или даже я. Поэтому вот такое как бы попури. Знаешь, и там люди пишут. Я думал там, ну, больше там трех минут не выдержу, а просмотрел все 22 и как бы не мог оторваться. Тут есть вообще-то, с одной стороны, такой замысел. А с другой стороны, вот тоже непонятно, как получится. Потому что, с одной стороны, есть люди, которым интересно послушать адвоката. И тогда им эти перебивки, там, про овощной магазин особо неинтересны. Они все ждут, когда же будет там следующая вставка. С другой стороны, когда у тебя такое именно попури меняется все время тематика, это легче смотреть, чем просто две говорящие головы сидят и разговаривают. То есть для всей остальной аудитории, для которой это служит некоторым просто фоном, им, конечно, это все легче смотреть. И вот такой попури тоже имеет своего зрителя. Безусловно, не для тех, кто хочет видеть стартап-адвоката, потому что есть гораздо более глубокие сюжеты. Здесь все очень поверхностно идет. Вот то, что касается легальных вопросов, там все очень поверхностно. Общая идея. Вот люди, которые так в целом, им интересно посмотреть на Кремниевую долину. Вот тут магазин, тут стартапер, тут адвокат. Ну, вот такая смена быстренькой тематики. Девушка, девушка красивая. Чуть-чуть об одном, а другом, а третьем, а четвертом. Оно, конечно, легче смотрится. В особенности, если это не один нудный видеоряд класс-карапереди, а что-то есть другое. Конечно, это интереснее смотреть. Ну, так что мы должны таким тоже заниматься? Периодически хотя бы? Ну, почему нет? Ну, просто это уже такой сценарный вопрос. То есть нужно запланировать тут-то выше. Вот мы сегодня ходили, например, я не знаю, как ты это сделал. Мы сначала поговорили о том, чем чистить чашечки, да? Потом мы пошли в магазин, поговорили про капусту. Это все могло быть в одном сюжете. Нет-нет, это было два сюжета. Один сюжет, как мы в магазин пошли, а другой, как мы ехали за рулем. Мы смотрели только на дорогу. Ну, ты так сделал это. В принципе, теоретически можно было это все сделать в одном сюжете с какими-то перебивками чего-то. Понимаешь, то есть, ну, тогда это нужно более планировать все это. Потому что так не получается. Да. Ну, в общем, вот такая странная вещь. Я не могу сказать, что у нас, когда бы то ни было, были сюжеты, которые как-то были очень и очень такие посещаемые. Ну, вот разве что вот это вот зачем женщину терпеть, да? Или там жену, что он там терпел. Да, после 40-ка, да. На самом деле, это очень... И там 33 тысячи просмотров там. 33 тысячи, это для нас, конечно, очень большое количество просмотров. За две недели. Да, и я вот думаю, что, наверное, эти темы очень людей задевают, потому что, значит, действительно, почему был бы такой интерес? Я не уверен, что это тема нашего канала, и я не уверен, что это люди, которые наши подписчики это смотрели. То есть, это, может быть, где-то там по Фейсбукам разошлось, я не знаю. Это не важно. Это уже сейчас не важно. Важно, что 33 тысячи человек просмотрели это, там что-то порядка 300 этих самых комментариев. И очень много лайков. То есть, действительно, тысяча лайков. Ну, это же тема полемическая. Вот, и мы собираемся на такие темы еще разговаривать. Вот я с Бородянским планирую поговорить вообще о семье, взаимоотношениях семье. Я чувствую, что у нас есть на канале интерес к этому всему, и мы можем на эти темы тоже говорить. Зачек, у нас будет интерес на канале, и придет посмотреть 8 тысяч, даже 10, может быть, 12. Я хочу понять, что такое надо сделать, чтобы... Не надо зачем, не на уровне терпеть жену зачем, а вот, допустим, что нужно сделать, чтобы тебя смотрело там, чтобы у тебя было 30 тысяч просмотров, 50 тысяч. Я думаю, реже надо. При 130 тысячах подписчиков. Я думаю, реже надо. Просто реже. Мое мнение такое. Ну, мы можем попробовать, мы можем попробовать реже делать. Мы можем завести второй канал, да? Второй канал. И на втором канале я буду вешать там вот любое балабольство, которое мне по дороге захотелось побалаболить, я повешу туда, а там, где что-то более серьезное, более, как сказать, информативное, может быть, или более развлекательное, более такого качества зрительного, да? Может быть, и держать на этом канале, я даже не знаю. Ну, в общем, такая вот... Как бы у тебя эти зрители не ушли на другой канал? Ну, просто, если мне нужно где-то наболтать. Ну, наболтай. Наболтать. Нет, я могу болталки выпускать отдельно, там, два раза в неделю. И вся болталка, вот там, насуммировать, насуммировать, насуммировать. Ты понимаешь, когда оно идет на одном канале, оно все идет вот одно за другим, и содержательные видео уходят куда-то вниз, и их найти уже нельзя. Получается, что все уходит в эту болталку, и все. Хорошо, тогда надо болталку делать в один сюжет. Вот, допустим, раз в неделю болталка, которая суммирует все болталки за неделю. Вот ты на самом деле, вот это, кстати, тоже неплохая идея, потому что... И написать болталки, чтобы... Ну, подожди, ну, посмотри. Вот ты сказал, что вот такой вот сменяемый, да, такой перебиваемый... Видеоряд, да. Это даже не видит, видеоряд у тебя будет один тоже, потому что болталки делаешь из машины, да? То есть ты либо себя показываешь, либо дорогу. Так. То есть видеоряд как раз будет одинаковое. Содержание будет другое, но если ты на редактировании, и кто-то средактирует, то здесь одну фразу, здесь другую фразу, об этом, об этом, об этом, об этом, будет намного интереснее и легче смотреть. Болталки будут легче и интереснее. На самом деле перебивки видеоряда можно делать и там видами Сан-Франциско. У нас, слава богу, столько отснято разнообразного видеоряда. И это может быть океан, это могут быть морские львы, это могут быть гости канала, которые там клубнику собирают. У нас этого дела сколько хочешь. Да, поэтому болталки, собранные в одном месте, но на разные темы, оно делает это более живеньким, понимаешь, менее монотонным, потому что идет один видеоряд с одной машиной впереди. И я думаю, что это будет интересно. Понимаешь, можно делать какие-то спекулятивные, ну это обман получается, можно делать спекулятивные названия. Канал для видео, там, например, «Как я терплю свою свету больше сорока лет». Представляешь? Вот сколько народу придет посмотреть. На самом деле ты и так даешь достаточно спекулятивные названия, поэтому еще более спекулятивные, я даже не уверен, нужно ли. Ну хорошо, ладно, я шучу. Если есть мастера, такие названия дают, что вообще даже невозможно не посмотреть. Ладно, друзья, в общем, задачу, как бы, то, что задачу, но ту проблему, которая нас сейчас интересует, вы поняли. Вот, если есть какие-то, может быть, соображения, да, мы будем очень признательны, правда, Свет? Конечно. Вот, так что... Любой инпут приветствуется. Любой, ну по-русски скажи. Вбрасывание. Нет, это другое слово. Идеи почему? Да, любые идеи, значит, приветствуются. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова